Всем привет! Меня зовут Марина Озерова, и вы находитесь на моем канале, посвященном английскому языку. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Произношение на примере традиционных английских детских песенок. В данном случае я выбрала песенку Two Little Dicky Birds. С английским фольклором как-то и английский учить легче. Предлагаю вам сейчас разобрать фонетику, спеть песенку, выучить ее. А если у вас есть маленькие детишки, то и с ними заодно разучить эту песню. Но сначала давайте как следует разберемся с произношением. Как звучит эта песня? Two Little Dicky Birds sitting on a wall. One named Peter, the other named Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. Как она переводится? Две маленькие птички, Dicky Birds. Это не какой-то не вид птиц, а это просто слово птичка в исполнении маленьких детишек. Маленькие детишки называют птички Dicky Birds, которые сидели на стене. Одну звали Питер, другую звали Пол. Улетай Питер, улетай Пол. Прилетай Питер, прилетай Пол. То есть смысл очень простой, но тем не менее фонетика довольно-таки сложная, потому что песенки нацелены на носителей. Имя же они и придуманы. Давайте разбираться. Two Little Dicky Birds. Что в этой строчке? Во-первых, two стоит под ударением, поэтому давайте произнесем это с придыханием. Two Little. У меня есть на моем канале тема про lateral plosion, про боковой взрыв, когда у нас есть т и рядом л, или п и рядом л, д рядом л. То вы ставите язык на т и сразу уже взрываете. Т не делайте, не little, а именно little. Т, да, то есть язык ставите на т, но не взрывая его, воздух выводите на л по бокам. Т, да. Two Little Dicky Birds. Обращайте внимание на краткость и долгость английских гласных звуков, потому что, допустим, little, two можно потянуть. Little нельзя тянуть, то есть нельзя петь. Two Little Dicky Birds, да, они не одинаковые, они именно разные. Two, долгий, little, давайте я вам здесь долго сделаю. Little кратко, потом Dicky кратко, а Birds можно потянуть. Two Little Dicky Birds. Вот здесь потянули. Sitting, опять кратко. Sitting on a wall. Wall можно потянуть. One, one, кратко опять-таки нельзя тянуть. One, да, это именно А. One, one, там транскрипция, краткая А. One, и тянем Н. One named Peter. Можно потянуть. The other, опять кратко. The other named Paul. Вот здесь уже тянем. В английском языке очень важно, где можно тянуть, где нельзя тянуть, да. Иногда бывает, они тянут краткие, но это им дается очень сложно, и это делается в крайне редких случаях. Если у вас есть сонант рядышком с краткой гласной, то тянется именно сонант. Н, либо Л. Как в данном случае. One named, да. Не one, а one. Какие еще моменты? Здесь сложные. Two little dicky birds разобрались. Sitting. Здесь звук Н. Sitting. Да, это не Н, а именно Н. Сделайте, опять-таки, по этому звуку у меня есть. Разбор Н. Вы делаете как будто Г, хотите сказать, но тянете это в нос. Н, да. То есть, оставите язык, язык, кончик языка у вас свободно находится, в свободном положении. Горлом вы зажимаете на Г, как будто Гена, хотите сказать, да, но говорите не Гена, а Н, 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 Н. Да, вот. Sitting on a wall. Sitting on a wall. One named Peter. Смотрите, здесь не named, а это именно звонкое Д. Named Peter. С придыханием, потому что под ударением. The other named Paul. Опять-таки, с придыханием, потому что под ударением. Fly away Peter. С придыханием. Fly away Paul. Сделайте Л помягче немножко, если вас интересует британский вариант. Если американский, то там Л, твердое, fly. А именно fly, Л, мягкое, это британский вариант. Fly away Peter. Fly away Paul. Come back Peter. Здесь, как хотите, можно камни делать, если вы прям на него так акцент не делаете. Come back Peter. Come back. Или come back Peter. В принципе, можно и на кам сделать при дыхании, можно его не делать. Но главное на Peter точно сделать. И на pole. Почему? Потому что они точно под ударением. Приходи, Питер. Приходи, Пол. Вот. Здесь, back, это звук А, лягушка. Come back Peter. По идее, можно делать здесь просто нейтральный. Come back Peter. Но я бы не советовала, все-таки это приходи. Come back Peter. Да, мы делаем здесь, к нему обращаемся, а акцент вот в этой строчке именно на слово back. Так, давайте попробуем по строчке. Строчку я пою, вы строчку за мной. Нет, давайте по две, да? Теперь еще раз все вместе. Two little dicky birds sitting on a wall. One name Peter, the other name Paul. Вот, молодцы. Получается ритмика? Вот именно, чтобы здесь вот на долгие и краткие. Обращайте внимание. Fly away Peter, fly away Paul. Теперь вы. Come back Peter, come back Paul. Вот, обратите внимание, помимо вот этих всех звуков, которые сложные я описывала, также нельзя забывать и про звуки t и d. Ну, здесь named Paul, там d не особо наслышанно, но вот sitting, да, t. To тоже. Peter. Peter. Т должно быть именно звонким. Не делайте это Peter, да, если вы даже язык задираете на альвеолы, тем не менее он должен быть не вот, не прямо вот так, кончик-кончик языка, а именно как вот подушечками пальцев я прикасаюсь сейчас, да, так вот представьте, что это ваш язык, что вы прикасаетесь именно кончиком языка, но плоским, чтобы получилось sitting. Peter. Peter. Да, ну вот везде, там больше особо такого нету, этого t. Вот. Обратите внимание на грамматику, кстати. One и the other, да. Да, была у меня тема такая грамматическая на моем канале про other, the other, others. Вот здесь вам яркий пример в песне, что всего было две птички, поэтому если одна была one, то это та самая другая. Мы ее используем с определенным артиклем the other. По фонетике обратите внимание, что когда вы говорите the other, то вот это the, это читается как the, потому что если после артикля определенного у вас идет слово, начинающееся на гласный звук, то тогда артикль читается с the. Но поскольку вы будете это быстро петь, the other name, то тогда вот эта долгота немножечко скрадывается, редуцируется, сокращается этот долгий и до краткого, и получается the other, the other, да, не the other, а просто the other. Давайте все вместе, со мной вместе споем. Настраиваемся на альвеолы, да, язык стоит на альвеолах везде, кроме звука с и з. И долгота, краткость, да, настроились. Вот, я вам немножко попыталась поподсказывать, да, с долготой краткости. Ну, сложно, наверное, если в начале будет вам, то, конечно, в любом случае вы потренируете это все отдельно, можно не на песне, а просто почитать. Too little dicky birds, да, как вот, как ритмовка вот эта, да, просто, чтобы на ритм и на ритму. Я надеюсь, что вам эта песенка понравилась, вашим детишкам, если они у вас есть, тоже она обязательно понравится. Если вы правильно споете ее с точки зрения произношения, они еще и схватят за вами правильное произношение. Учите произношение, это очень важно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Впереди еще будут и такие песенки, и стишки, и много другого интересного, не только по фонетике, но и по грамматике, и по общему английскому. А я с вами прощаюсь, до нового видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok